О блокаде Ленинграда Клара Евсеевна Полякова знает не понаслышке. Она пережила те страшные годы. В 1956 году Клара Евсеевна приехала жить в Самару. Именно она принимала участие в создании единственного в городе музея блокада Ленинграда. Сегодня она всеми силами поддерживает этот храм памяти. В своем труде блокадница не одинока. У нас общество блокадников и в активе у нас 14 человек. В активе это актив президиум. Президиум это самое общество. А так у нас еще помимо городского общества, общество городское у нас создано из районных обществ. У нас в каждом районе есть свой этот самый свой тоже актив. Экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, помогают создавать школьники и ветераны. Также музей поддерживает общественное евразийское движение и администрация Самары. Я считаю, что укрепление патриотического воспитания молодежи должно происходить именно со школьных пор. И вот этот музей, который был открыт чуть больше двух лет назад, дает возможность приобщиться ребятам к истории своей родной родины. И, скажем так, аккумулировать в себе все вот эти исторические ценности, которые были собраны непосредственно за эти годы. Сейчас коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Их передал историческому храму предприниматель Дмитрий Хмелев. Предмет из блокадного Ленинграда он коллекционирует с шести лет. Уникальные артефакты Хмелев находил даже на помойках. Экспонаты именно для музея. Все они касаются непосредственно жизни блокадного Ленинграда. Это документы, фотографии, награды и так далее. Я думаю, и самое место именно быть в музее блокадного Ленинграда города Самара. В музее было передано больше десяти предметов. Они займут достойное место в коллекции исторического храма. Этот набросок, нарисованный блокадником Валентином Курдовым в 42-м году, сегодня был передан музею. Саму картину он написал в 45-м году. Сегодня она хранится в Санкт-Петербургском музее. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События.